Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Разумеется, как и всегда, снова возвращаемся на рынки, чтобы оценить фундаментальную картину, которая сложилась за прошлую торговую сессию. Стали мы еще ближе к, наверное, без привлечения будет сказано важнейшему событию последнего времени. Это долгожданная встреча представителей и руководителей региональных ЦБ в Джексон-Холле. Нас интересует, безусловно, конференция Джанет Йерен, которая обещает, будем надеяться, прольет свет на дальнейшие планы американского регулятора по изменению денежно-кредитной политики. Либо коснется темы конкретных сроков. Безусловно, даже будучи оптимистами, мы не ставим на то, что услышим судьбоносно. Да, это будет в сентябре, либо да, это будет в декабре. Но то, что комментарии, предполагающие сохранение все-таки позитивного тренда по некоторым секторам и готовность американской экономики справиться, выдержать еще один шаг по ужесточению монетарной политики в перспективе в ближайших месяцах подобных комментариев будет более чем предостаточно тем, кто делает ставку на укрепление позиций американской валюты. Но обо всем давайте поговорим конкретнее, подробнее. Начнем мы сегодня традиционно с динамики черного золота. Позитивные новости, которые связаны с тем, что нефть наконец-таки стала корректироваться. В частности, очень понравился мне заголовок, который увидел Financial Times по поводу того, что происходит с нефтью. Позитив сошел с дистанции. Я абсолютно разделяю точно такую же позицию. Считаю, что давно было уже пора. Но вот мы только сейчас дождались того долгожданного отката, который должен был бы произойти еще некоторое время назад, уж не добираясь до отметки 50 долларов за баррель. Клоус вчерашнего дня 49.16 сейчас мы видим то, что бренд не просто потерял в рамках вчерашней торговой сессии больше 3%, он теряет уже и на азиатской торговой сессии сегодняшнего дня. Я думаю, что при неизменности новостного фона, а может быть даже когда мы переключимся уже ближе к закрытию торговой сессии, к статистике по запасам, мы сможем получить еще один фактор и еще один фундаментальный повод для давления на позиции бренда. Конечно же, если запасы будут предполагать по статистике роста. Если вернуться к тому, что мы сейчас, с чем мы работаем с точки зрения фундамента. Безусловно, ключевой темой для всего рынка черного золота остаются ожидания того, что на предстоящей встрече, которая состоится в конце сентября в Алжире нефтедобывающих стран, участники смогут согласовать солидарную позицию по ограничению производства, либо заморозке на прежних уровнях. И мы знаем то, что на протяжении практически 7 торговых сессий бренд очень неплохо рос и прибавил больше 20% как раз на ожидании того, что эти договоренности будут достигнуты. Но поскольку с открытия новой недели мы наблюдаем уже коррекцию, хотя первые признаки этого отката появились еще в прошлую пятницу, ожидания уже не так остры, как это было раньше. И тем более, что сейчас на рынке фигурируют также слухи о том, что Ирак и Нигерия готовятся к дополнительным объемам экспортных поставок, что в целом также осложняет ситуацию с общим количеством предложений на рынке нефти. И еще все это приправляется также слабым спросом, на который мы делали ставку. Рынок также продолжает обсуждать последние комментарии Ирана. Они, правда, были сделаны еще в середине прошлой недели. Но вот сейчас только до рынка доходит именно истинный посыл, то, что Иран не будет поддерживать договоренности. И трейдеры развивают эту тему и понимают то, что без Ирана, наверное, единства не будет уже и среди прочих представителей ближневосточного картеля. И это как раз правильный. К сожалению, мы не увидели раньше такой логичной реакции, но, наверное, лучше поздно, чем никогда. Не хочется, опять же, загадывать и говорить о том, что мы дождались с вами долгожданного отката, который будет сейчас причиной возвращения бренда ниже 48 и ухода еще к более глубоким ценовым значениям. Но я в это верю. Но рынок, конечно же, несмотря на наше предположение, все-таки располагает собственной логикой. Я очень надеюсь, что сейчас он будет ориентироваться еще на те логичные взгляды, которые у нас имеют место быть по факту актуального фундамента. Если говорить также про дополнительную статистику, напомню, что в прошлую пятницу отчет Baker-Hudges указал на количество платформ, прирост на 10 до 406 штук. И хочу здесь сделать акцент на то, что рост количества платформ у нас является опережающим индикатором, который позволяет предположить, что параллельно с этим растут и объемы добычи нефти США. Как раз актуальные цифры по объемам выработки мы с вами получим уже в эту среду, когда выйдет официальный отчет от Минэнерго по запасам нефти. Вы помните, что на прошлой неделе, исходя из этого отчета, мы получили подтверждение увеличения добычи больше, чем на 150 тысяч баррелей в сутки. И то, что количество платформ продолжает расти на фоне высоких цен на нефть, я уверен, что мы смело можем замахиваться на то, что добыча в ближайший квартал при таких темпах вырастет еще, ну, сотни на 3-4 тысяч баррелей в сутки. Это неплохой прирост, который, в принципе, возвращает нас к идее того, что и дополнительное предложение будет идти со стороны Соединенных Штатов Америки, и, соответственно, усиливает общую фундаментальную картину негатива, которая сейчас буквально пронизывает весь рынок энергоисурсов. И, как я уже отметил, сегодня у нас статистика по АПИ в 23.30 по московскому времени. Это отчет, который предваряет уже официальные цифры. В последнее время мы видели, как между ними корреляция сохраняется. Но я все-таки полагаю, что мы можем рассчитывать и на увеличение запасов. Если обратимся, опять же, к цифрам последних периодов, то снижение было незначительно. Символичное, там, до 1 миллиона баррелей, чуть больше 1. Это ерунда, конечно же. Это не те показатели, когда запасы на фоне повышенного, реально высокого внутреннего спроса сокращались на 5 или даже больше миллионов баррелей за неделю. Сейчас статистика уже больше такого медианного оценочного уровня, недалеко от нуля. И поэтому мы можем с такой же долей вероятности говорить о том, что запасы вполне реально могли вырасти. Для нас, как для медведей, локальная статистика по нефти – это, конечно же, поддержка. Но мы прекрасно понимаем, что эта статистика, она, может быть, и будет отыграна в динамике нефти, но вряд ли будет иметь какое-то долгосрочное продолжение. Рынок сейчас замотивирован только одной идеей – это ожидание встречи опека в Алжире, которая состоится в конце сентября. Месяц уже остается до этого судьбоносного события, время неумолимо движется вперед, мы спекулируем на этом новостном фоне, и раз уж так неплохо подросли в последнее время, наверное, было бы логично сделать ставку на большее здравомыслие со стороны трейдеров, которые могут стать причиной все-таки логичного ослабления, особенно на фоне последних, в том числе и комментариев Морган Стэнли о том, что вероятность достижения каких-либо компромиссных договоренностей крайне низка. Это позиция инвестиционного банка, одного из крупнейших и авторитетнейших, для тех, кто привык ориентироваться на более, скажем, достоверные источники и ссылаться на их позицию. Для общего развития такая же, собственно, позиция, как разделяем и мы, и, в принципе, такие же взгляды по перспективам бренда, поскольку Морган Стэнли ждет также смещение и закрепление этого актива ниже 45 долларов за баррель в самое ближайшее время, возможно, уже до встречи в Алжирии. Российская валюта против доллара 64.85, собственно, так же, как и днем ранее, мы видим то, что рубль у нас находится, консолидируется рядом с сопротивлением 65. Это более-менее оправданное значение, хотя, исходя из математической логики элементарных цифр достаточности для рублевой стоимости барреля и в соответствии с российским бюджетом, конечно же, котировки должны быть повыше. Но мы знаем, что сейчас у рубля есть внутренние стимулы, чтобы особенно не девальвироваться, даже несмотря на то, что для этого есть предпосылки в виде слабости нефти. Это политическая тема и налоговый период, который сейчас в самом разгаре. Но вторая тема, она себя и живет уже к концу этой недели. Что касается первой, с ней еще придется посоперничать. Ну, ничего, мы будем ждать, тем более, что умеем это делать. Но понимаем, что рубль остается аутсайдером, и рано или поздно он проявит себя в такой во всей красе с точки зрения девальвации и вполне оправданной логичной реакции вслед за ослаблением нефти, на которую мы также настраиваемся. Европейская валюта сейчас торгуется на отметке 1.1338. Если говорить про вчерашнюю торговую сессию, мы видели то, что евро даже не то, чтобы про вчерашнюю, а вот коррекция последних дней, потому что большую часть вчерашней торговой сессии евро находилась под серьезным прессом. Евро пока очень трудно побороть сопротивление 1.1350. Мы видим то, что актив вроде бы как цепляется за это сопротивление, но без дополнительного фундамента оказаться выше, продавить его и двинуть уже в район 14 фигуры пока трудновато. Понимаем то, что на фоне пустого экономического календаря в понедельник традиционных отчетов мы обычно не наблюдаем. Стоящих этот понедельник был и вовсе каким-то исключительным, потому что даже в второсортной статистике там по пальцам можно было перечитать эти отчеты. Отчет 3.4, по-моему. Но и эта статистика, в принципе, которая была в содержании, она не провоцирует какой-то ощутимой реакции в динамике активов и не представляет для нас ничего интересного. Поэтому трейдеры, собственно, не следили за этими отчетами, а продолжили фокусироваться на важнейшем событии, как я уже отметил, не только этой неделе, ожидания выступления представителей национальных регуляторов, в частности, Джанет Йеллен, руководителя ФРС, в эту пятницу. То есть ей выделят достаточно времени, чтобы она рассказала по планам американского регулятора по поводу перспектив денежно-кредитной политики. Я думаю, что она воспользуется, конечно же, такой возможностью, тем более, что у нас есть исторический опыт по факту прошлой встречи в Джексон Холле получать очень серьезные заявления даже на конкретные действия, намеки со стороны Драги, со стороны Йеллен и прочих руководителей. Может быть, эта встреча также не станет исключением. Если мы сейчас оценим вероятность повышения процентной ставки, даже если не будем гадать, а просто сориентируемся на фьючерсные контракты, то вы сможете увидеть, что вероятность 40% того, что ставка будет повышена до конца этого года. Конечно же, этого мало, чтобы мы стали всецело полагаться на решительность американского регулятора и со стопроцентной уверенностью ждать, что это решение будет озвучено в конце 2016 года. Но до пятницы, до выступления Джанет Йеллен, у нас на повестке этой недели еще два важных отчета американского происхождения. Это заказы на товар длительного пользования и годовые данные по ВВП. Разумеется, мы их проанализируем, и эта статистика будет не только ориентирована для нас в плане торговли долларом, но еще и может стать дополнительным фундаментом для той позиции и той риторики, которая будет озвучена со стороны Джанет Йеллен. Потому что, если сослаться, опять же, на последние комментарии, мы знаем то, что от последующих отчетов зависит, собственно, последующая позиция со стороны ФРС. И если данные будут хорошими, то мы сможем увидеть перевес в пользу тех, кто готов проголосовать за повышение процентной ставки. Безусловно, это интересная тема, тем более, что мы понимаем, в рамках американской экономики, скорее, из последних отчетов и некоторых высказываний о высокопоставленных чиновниках, еще слишком рано ставить крест на перспективах роста доллара, поэтому мы этого не делаем. Из важных отчетов сегодняшнего дня, в частности, буквально через 50 минут, точнее даже через 49 минут, будут опубликованы индексы деловой активности производственного сектора Германии и еврозоны. В частности, статистика, если по ожиданиям посмотреть, на фоне последних отчетов по промышленному сектору, по темпам роста ВВП, вроде бы как неплоха. Даже бизнес-оптимизм по ЗЮ добавляет определенный, скажем, процентный пункт прироста к этому индикатору, но к этим индикаторам. Я думаю, что на эту статистику особого внимания сейчас обращать не стоит, поскольку совершенно очевидно, что евро сейчас больше заряжено на то или иное движение, копируя поведение американцев. У нас ключевым двигателем рынка остается доллар. И вот как раз, исходя из поведения американцев, мы можем строить различные инвестиционные идеи по прочим рисковым инструментам. Как я уже отмечал вчера, занятие длинных позиций сейчас крайне рискованно, но и в короткий сейчас по евро-доллару заходить очень опасно, поскольку мы видим, как рынок быстро начинает отыгрывать малейший позитив. Даже сейчас выжидательная позиция, она четко не позволяет нам определиться с дальнейшим охотом пары евро-доллар. Но, в частности, сейчас мы видим рост. И, возможно, то, что евро-доллар сможет на вот этих ожиданиях даже добраться до отметки 1.14. Но я рассматриваю это в порядке такого рискового сценария. Я все-таки жду, что позиционно евро будет ослабеть. И надеюсь, то, что в конце этой недели простимулирует эту слабость поведения американского доллара. Что касается доллар-японской иены. Сейчас котировки 100.09. Мы видим, как после вчерашнего гэпа состоялось его быстрое закрытие. Просто такая классика рынка Форекс. Что сигнализирует о том, что пара может продолжить снижаться и дальше. Конечно же, поддержка 100 очень серьезная. И нужно, чтобы на рынке был более стоящий фундамент, которым можно было бы объяснить, соответственно, такой уход американца ниже пробоя этой поддержки. Если вернуться к вчерашнему открытию с гэпом, ценовым разрывом, причина фундаментального характера. Поскольку в это воскресенье состоялось выступление вице-председателя ФРС Стэнли Фишера, который отметил, что готов отдать свой голос в пользу той идеи, которая предполагает возможность повышения процентных ставок. Также очень много говорил про позитив на американском рынке недвижимости, рынке труда и отметил то, что ФРС сейчас как никогда близка к целевым значениям по инфляции и максимальной занятости. Вы помните, что точно такие же комментарии буквально несколько дней назад, на прошлой неделе, мы слышали со стороны Локкарда Дадли Вильямса. И получается, что у нас уже такая собственная политическая коалиция весьма влиятельных представителей ФРС, которые ратуют за целесообразность ужесточения монетарной политики. Я думаю, что игнорировать такой фон явно не стоит, поскольку действительно эти представители американского регулятора имеют вес в плане лоббирования своей идеи, даже среди собственных коллег. Но и эти представители традиционно оказывают значительное влияние на американскую валюту. И открытие с ГЭПом – это как раз реакция на те комментарии, которые мы услышали со стороны Стэнли Фишера. Из сегодняшней статистики стоит отметить 16.45 PMI производственного сектора США и в 17.00 продажи новых домов. По обоим индикаторам, с точки зрения ожиданий, у нас могут быть хорошие цифры сегодня, и, соответственно, у доллара может появиться по для фундаментального роста. Это позитивный фактор. Я надеюсь, что доллар еще даже до выступления Джанет Хеллен сможет порадовать трейдеров неплохим ростом и закреплением выше уж отметки 101 против иены. Я надеюсь, что это произойдет в ближайшие дни. Собственно, так же, как и надеюсь, что поддержка 100 у нас выдержит. Что касается фунта против доллара, сейчас котировки 1.3169. Фунт вчера доказал то, что, в отличие от прочих исковых инструментов, не верит в силу американской валюты. И если тот же самый евро, австралиец, новозеландец, по факту азиатского укрепления доллара сначала ослабили, то фунт буквально с открытия у нас начал шагать вверх и снова оказался выше отметки 1.31. Сейчас для фунта какого-то стоящего локального фундамента нет. Поэтому можем четко сказать то, что трейдеры, так же, как и в отношении прочих рисковых инструментов, сейчас следят именно за поведением доллара. А доллар у нас пока что на ожиданиях встречи в Джексон Холли показывает тенденцию ослабления. Полагаю, что статистика сегодня может изменить эту картину, опять же, по PMI и продаже новых домов. Если это не случится, то на встрече в Джексон Холли до непосредственного выступления Джанет Хеллен пара USDN сможет оказаться даже ниже сотки. Но об этом пока говорить также не хочется. Отмечу, что вчера буквально забыл вам сказать тоже фон по паре доллар-японская иена. Это фон, который основан на комментариях представителей Банка Японии. В частности, Курада, который возглавляет этот регулятор, отметил то, что Банк Японии следит за ситуацией на валютных рынках и готов вмешиваться в ситуацию. Как вы думаете, является ли этот комментарий стоящим и убедительным, чтобы мы верили в поддержку для нашей идеи о том, что японская валюта будет ослабеть по факту возможных интервенций. Я думаю, что мы уже устали от обещаний японского регулятора, поэтому для общего развития и общей сводки вы в курсе, что такое заявление было сделано. Но в целом мы ориентируемся на поведение американской валюты. USDCAD у нас торгуется на отметке 1.2905. Кстати, пара шагает снова в район сопротивления 1.30, способствует резонансу слабых данных по индексу потребительских цен в пятницу, ну и, конечно же, ослабление позиций черного золота. Мы с вами настраивались на то, что стоит только канадцу получить подтверждение того, что Brent не собирается пока тестировать новые локальные максимумы, а фундаментально все будет слабеть, как и канадская валюта также оказалась под ударом. Поэтому у нас со всех сторон сейчас поддержка, которая для нашей идеи слабости канадца, нужно еще только подкрепить движение восходящей этой валютной пары соответствующим фундаментом под доллар. Но здесь уже нам остается ориентироваться только на поведение американца и полагать то, что что-то в ближайшие дни все-таки его поддержит и позволит показать более-менее укрепительную динамику. USDCAD тестируем сопротивление 1.30 и отметим в район следующего уровня 1.32. По другим парам USDCAD 0.9610 пока никак не может доллар оттолкнуться против франка, чтобы двинуть в район паритета, но я думаю, что это дело наживное. Австралийц против доллара 0.7643. Здесь, несмотря на локальное восстановление, понимаем то, что пара заряжена на снижение и ставим, собственно, в район ближайшей поддержки снижение австралийцев против доллара отметки 0.75. Новозеландская валюта против американца 0.7324. Здесь также среднесрочная цель поддержка 0.70. Все без изменений. Из важных отчетов сегодняшнего дня, как уже отметил индексы деловой активности производственного сектора Германии и еврозоны, в 10.30 ждем эту статистику, в 16.45 производственных секторов США, в 17.00 продажа новых домов, от американского макроэкономического фона, ждем позитивных данных и ждем то, что долларами воспользуется. И в 23.30 это запасы нефти по версии API, надеемся, что мы сможем под закрытие дня получить локальный фактор для оправдания более очевидного снижения бренда и закрепления уже ниже 48 долларов за баррель. Кодовое слово на сегодня. Нигерия, величина бонуса 14%, действует он до завтрашнего брифинга, который, как и всегда, состоится в прямом эфире в 9.30 по московскому времени. На этом, собственно, все. Большое спасибо тем, кто был сейчас в прямом эфире. Те, кто не был, уже посмотрят запись, которая будет доступна на нашем канале на YouTube спустя буквально очень непроложительный период времени. На этой ноте, собственно, я хочу завершить наш брифинг. Напоминаю то, что у вас есть возможность следить за всем видеоконтентом, который доступен на нашем официальном канале на YouTube. Заходите, подписывайтесь, задавайте вопросы, комментируйте и ставьте ваши лайки. Со своей стороны, хочу пожелать вам исключительно прибыльных сделок, хоть и понимаю, что это невозможно, но надеюсь, что долгосрочно все-таки можно более-менее правильно определять ценовые ориентиры. Попутного тренда. Ну и, соответственно, увидимся уже завтра. Всего доброго. До свидания.